Режиссер фильма Тор Рагнарёк Таико Вайтити заявил, что третий фильм будет смешнее, чем первые два. Цитата. Я просто возьму второй фильм про Тора и добавлю шуток. Это, если честно, настораживает, учитывая, что во втором Торе с шутками был уже, мягко говоря, Эрибор. Извините, не удержался. Не, ну серьезно, что такое Рагнарёк, если кто не в курсе? Германо-скандинавской мифологии это гибель богов и всего мира. Конец света. И я, если честно, не понимаю, какие там могут быть уместны шутки и нужны ли они там вообще? Это же конец света, Армагеддон, когда все валится в тартарары. Как-то не до шуток, не находите? Или тут действует принцип, даже в самой дерьмовой ситуации надо оставаться на позитиве? Что, нам ожидать что-то типа такое? Я буду стоять на страже Радужного моста до конца времен. Два дня до пенсии оставалось. О нет, Хаймделл! Ну, теперь у него отпуск. Не, я не говорю, что шуток не должно быть совсем. Чуть-чуть юмора не помешает для разрядки. Но вот именно это заявление, что в третьем фильме шуток будет еще больше, чем во втором, заставляет думать, что Рагнарёк будет сраной клоунадой. Больше голых ученых, убегающих от ментов. Больше Торов в метро. Больше фейковых смертей. Да плевать, что конец света. В конце все будут живы и здоровы. Марвел так боится повысить градус серьезности, что уже до смешного доходит. Мы строим серьезные лица. Разве этого мало? Кстати, о серьезности. До сих пор не могу простить им это. Хотя, вроде бы, Марвел начинает потихоньку наращивать себе яйца. Ибо на тестовых показах противостояния заявили, что в фильме есть очень мрачные моменты и все были в восторге. Но посмотрим. Возвращаясь к Тору, было сказано, что там будет Халк. Что? Получается, это Халк устроит им конец света? Ладно, возможно, я зря волнуюсь, ведь режиссер мог же пошутить? Да? Вроде не ошибся. Чувак, твои опасения не напрасны. Тор 3 выйдет жутким, не смешным, унылым дерьмищем. Поэтому, не знаю, делай ставки, делай провокационные ролики, чтобы все знали. Чтобы все знали, что ты был прав, что Тор 3 выйдет отвратительным, ужасным фильмом. Чувак, ты зря волновался. Тор 3 получился одним из лучших фильмов Марвел. Такой мрачный, кровавый. Ну, в рамках PG-13. И вообще, это лучшая экранизация скандинавских мифов. Так что, можешь успокоиться. Стоп, вы оба из будущего? Да, ну да. Но как может существовать две версии будущего в одной точке времени? То есть, вот на данный момент. Секунду. Ди Каприо все еще получает, Оскар? Что значит, все еще получает? Блин, не та вселенная. Нет. Он получил? Не спрашивай. Ну, Ди Каприо получил? За выжившего? Или вообще получил? Все, все. Мне пора. Тор 3 выйдет? Не очень. Да блин. В общем, что думаете? Выйдет ли фильм добротым? Или получится что-то типа этого? Пишите свои мысли в комментариях, а также ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok